Здравствуйте, дорогие зрители! Вновь с вами программа о новостях со съемочных площадок. Начнем с Бразилии. Там всегда есть что-то интересное для самой придирчивой публики. 14 июля на канале Глоба в 11 вечера началась новая бразильская новелла Оребо, что в переводе означает «вечеринка, тусовка» и «довольностное страдание бедности». Роскошь, красота и гламур окружают героев новой мини-новеллы Глоба 37 серий и снятой в жанре остросюжетной детективной мелодрамы. История начинается, когда одна из самых богатых женщин страны, предпринимательница Анжела Малер, Патрисия Пилар, устраивает в своем особняке грандиозный праздник в честь успешного открытия нового совместного бизнес-проекта с магнатом Карлосом Брага Тони Рамос. Правда, за публичной демонстрацией сердечных отношений Анжела и Карлос скрывают серьезные личные и профессиональные расхождения. На вечеринку приглашены сливки общества Рио-де-Жанейро, политики, бизнесмены, вип-персоны, друзья, враги и любовники. Короче, приглашен весь свет. В центре внимания прессы и гостей, помимо хозяйки дома и Карлоса Брага, также Дуда, Софи Шарлот, приемная дочь Анжелы и ведущие адвокаты фирмы, респектабельная супружеская пара Жильда Кассия Кис и Бернарда Резенде, Жозе де Абре. Изысканные деликатесы и коктейли от прославленного шеф-повара, сжигательные танцы – все, казалось бы, идеально, пока посреди всего этого блеска не происходит трагедии. В бассейне особняка обнаруживают тело одного из гостей – Бруно Ферраза, Даниэль де Оливейро. Молодой и талантливый программист, специалист по технологии информации, недавно перешел на работу в фирму Анжелы Малер по ее личному приглашению и разорвав свой рабочий контракт с Карлосом Брага. Но к неудовольствию Анжелы Бруно начал активно флиртовать с ее приемной дочерью Дудой. А девушка серьезно увлеклась молодым человеком. Помимо этого Бруно также завязал любовную интрижку с адвокатом Жильдой. Кассия Кис. По жизненным кредо Бруно было – информация – это деньги и власть. Соблазн – это удовольствие и развлечение. Прибывший на место преступления в особняк следователь Нуна Парадроса Маркас Палмейра и его помощница Роза Гиропайес приходят к выводу – подозреваются все. Далее в новелле линия расследования убийства будет чередоваться с фрагментами праздника и ретроспективными кадрами из жизни гостей вечеринки. Многие из которых были так или иначе связаны с Бруно Ферразом и могли быть заинтересованы в его смерти. Авторы сценария Жоржа Мура и Сержио Гальденберг обещали зрителям, что напряженная интрига не даст им оторваться от экрана и что публика будет с нетерпением ждать каждой новой серии. А СМИ даже и предлагали участвовать в расследовании на страницах социальных сетей и делать ставки «Кто убийца?». А теперь вернемся к нашим обычным делам и сообщим вам, что же нового происходит на студиях Латинской Америки и США. Энджи Сипедо и Андре Спаро, известный по сериалу «Эскобар Патрон 2», снимается в перьянском психологическом триллере «Эль Элефанте Десапарисидо». Фильм выйдет на экраны в октябре. В нем принимает участие Сальвадор Дель Савар, который, в свою очередь, снимает сериал «Магаянис». Сальвадор в первый раз выступил в роли режиссера новеллы и очень доволен этим обстоятельством. Говорит, что ему очень нравится писать сценарии и снимать. Конечно, это не актерство, когда тебя гоняет, как Сидоро у Козума, площадки, невзирая на заслуги и регалии. В новеллу приглашен заслуженный многостаночник Латинской Америки Крис Мэйер, которому жутко не повезло в Мексике. Не понравился он публике чего-то. Ну что же, пусть лет через 10 опять попробует прорваться в Мексику. Как раз будет в возрасте, когда в Мексике положено играть героев-любовников. А в Голливуде сейчас рай для латиносов. Хавьер Бардем, вероятно, будет играть роль Эрнана Кортеса в новом фильме Спилберга «Монте-Сума». Почему вероятно? Да потому, что совсем недавно он и его супруга Пенелопа Круз подписали письмо испанских деятелей культуры, осуждающей то, что Израиль посмел защищаться от хамасовских обстрелов. Пенелопа уже огребла от голливудских продюсеров. Ей посоветовали искать работу в Иране или Сирии. А вот Хавьер пока в ожидании. Может, пронесет, а может и нет. Мы же догадываемся, кто Спилберг по национальности. А Хавьера, видимо, нет. Вот сейчас и будет ему сюрприз. Не факт, что приятный. Марио Симару преподнес своим злопыхателям неприятный сюрприз. Только не успели позлораться по поводу пролета мимо роли хозяева храя, как этот нехороший человек Симару получил роль в Голливуде. Фильм называется «Beautiful and Twisted». Марио играет роль человека, на которого падает подозрение в убийстве миллионера Бена Новака. Младшего. В фильме целый любовный треугольник. Странный миллионер, жена-стриптизерша и латинский любовник. В ролях Роб Лоу, Кэндис Берген и Пас Вега. Нихилая такая компания. Сам Марио в интервью для телемода сказал, что ему прислали сценарий и попросили высказать свое мнение. Он сказал, что ему понравилось и через некоторое время ему позвонили и предложили эту роль. На вопрос Хорхе Бернале, а как это роли голливудские получают, Марио обтекаемо ответил, что все достигается упражнением. То есть процессы-то долгие. Опять-таки английский требовал улучшения. А Марио сейчас говорит на английском гораздо лучше. Согласны? Писать в Твиттере стал без ошибок. Кроме того, фильм «Зе Цвикис», где Марио был продюсером и сыграл роль Патрона, едет на фестиваль Сан-Доминго. Пустячок, а приятно. А еще у него есть предложение о новеллах. Ну, тут как всегда. Если будет интересно, будет сниматься. Вопрос. Когда же ему будет настолько интересно, что он появится на экранах телевизоров? Первый голливудский фильм у Уильяма Леви «The Single Mom's Club», где у него минут 10 экранного времени, не показал ожидаемых результатов и принес за первую неделю показа 8 миллионов долларов. Оно, конечно, может и много для кинотеатров «Эль Пендеха Дель Мар», но для Голливуда это слезы горькие. А купить ли затраты – непонятно. Посмотрим, что будет с другими его американскими ролями. Например, с ролью в фильме «A Change of Heart», где Уильям играет вместе с Эдуардом Янисом, и фильм «The Vale» в вампирской истории, куда он умудрился засунуть, посниматься своего сына Кристофера. Видимо, Вилли и сам не особенно доволен своими успехами. Иначе зачем бы он вернулся на телевизор? А ведь обещал, что завяжет с новеллами. Мы с дуру поверили. Кейт Дель Кастили снялась в фильме «33». Это история о 33 чилийских шахтерах, которых спасли из взорвавшейся шахты. Она делит экран с такими монстрами большого кино, как Антонио Бандерас и Жюльет Беноши. Вторая ее англоязычная роль в сериале – «Женщины-убийцы», которой продусирует София Вергара. Ну и в промежутках между американским кино Кейт начала съемки в «Хозяева храя». Крутая она там наркоторговка с тяжелым детством и удаленностью от культурных центров. Сами понимаете, из игрушек были только револьвер и пачка кокаина. А потом пошло-поехало. Вот так и выкувываются герои наркотрафика. А у нас на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.